Давайте просто посмотрим, что такое храм и что нужно делать при входе в него. Когда вы заходите, то перед вами предстает вот такая вот картина. Это, по сути дела, та часть храма, которая является самой главной. И вот это у нас иконостас. Я думаю, иконостасы видели все, поэтому объяснять, что на нем изображено, нет никакого смысла. Посреди иконостаса большие врата, так называемые царские врата. Это то, куда входить могут только священники или диаконы. По бокам стоят так называемые диаконские врата. Это те врата, из которых диакон выходит на свои ктеньи. Либо в эти врата может зайти по благословению священника даже мирянин. Также вот здесь красным цветом выделена область, которая немножко приподнята. Вот, эта область называется Салия. Вот, на Салию обычным мирянам заходить нежелательно. Вот, посередине Салия имеет такой небольшой выступ, который называется Амвон. С Амвона как раз священник причащает народ и проповедует. Вот, надеюсь, Амвон знает, что такое все. Также здесь находятся клиросы. Это вот у нас получается левый клирос и правый клирос. Вот, и посмотрим, что у нас здесь поближе. У нас здесь находится центральный аналой, на котором стоит икона праздника. И также подсвечники, на которые нужно поставить свечки. Вот по вот этой пунктирной линии миряне могут проходить между аналой и царскими вратами только тогда, когда причащаются. Либо, когда целуют крест после службы, когда подходят к священнику. Вот, в принципе, вот то, что необходимо знать мирянину, прямо вот, чтобы от зубов оскакивало. Здравствуйте, я Ирия Анатолий Слобочиков, наследник храма святителя Николая Чудотворца, село Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним. Ко Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве. Продолжение следует...